Всем привет, дорогие дамы! Добро пожаловать на мой канал! Я сегодня к вам с неожиданным контентом. Ой, забыла сказать добро пожаловать в Канаду. Всегда стараюсь говорить в начале видео, чтобы все понимали, где я живу. Потому что у меня там есть где-то в описании, где я живу. Потом я ставлю локейшн, когда я снимаю видео. Но не все смотрят, и на телефоне, по-моему, вообще не видно локейшн. Короче, добро пожаловать в Канаду, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я к вам с необычным видео. Необычным, потому что у меня таких видео нет практически на моем канале. Я не по этому делу. То есть я по этому делу, но не в том смысле. Ой, у меня такое длинное вступление, всегда бестолковое. Кстати, заметила, что я оделась в цвет стен. Маскируюсь. Короче, я купила сумку Гуччи. Сразу переходим к делу. Если вы видели, у меня был, я снимала шорт. И в этом шорте я там крутила и воротела. И спрашивала, купить, не купить. Думала, купить, не купить. В общем, короче, я купила сумку Гуччи. Старую. Подержанную. Вот. Из комиссионки. Значит, я сейчас буду вот в этот, во-первых, я вам покажу ее в подробностях. Объясню, что к чему да почему. И почему я ее купила. И как вообще это происходит. У меня есть несколько люксовых сумок. Я вам сейчас их покажу быстро. Не в качестве похвастаться, а в качестве объяснить, почему я перестала как бы их покупать. И почему я их вообще практически не ношу. И зачем же я тогда купила сумку Гуччи. Значит, я, вы знаете, я снимала, у меня было видео. Я ходила в один секонд-хенд у нас. Или комиссионка, или секонд-хенд, как хотите, назовите. Там, где продаются обычные вещи, более дорогие, менее дорогие. Там есть люксовые вещи. Я вам даже показывала. Я там тоже сумку Гуччи крутила, вертела. Думала, купить, не купить. Она оказалась немножко такая не в хорошем состоянии. Вот. И, значит, там у них Лавитон, и Шанель есть. И всякие не только и обувь, и украшения, кошельки. В общем, много у них есть. Но все такое немножко уже пожившее. Ну, есть разные. Есть в очень хорошем состоянии вещи. Есть более такие потертые. И я фоллоу их инстаграм. И, значит, периодически посмотрю в инстаграме. Они все выставляют, особенно люкс, что у них новое есть. И я, значит, вот увидела эту сумку, которая появилась у них в инстаграме. Понеслась к ним и купила ее. Я не знаю, мне сначала показать сумку вам. Давайте я сумку покажу в конце, чтобы вы не выключили сразу. Посмотрели сумку и выключили, чтобы была интрига. Значит, у меня есть несколько люковых сумок. У меня есть сумка Шанелька. Вот такая вот маленькая. Куплена. Не помню. Много лет назад. Все мои люксовые сумки много лет. И они не были такие безумно дорогие, как они сейчас. Тогда это были цены более вменяемые. Очень хорошенькая черненькая Шанелька. Ну, как правило, я брала, если мы куда-то шли, в аут. Но практически не носила. Почему? Дорого. Дорогая вещь. Жалела. Мы куда-то шли в аут. В бар, в ресторан, например, с друзьями. Я думала, ой, сейчас тут капнет на нее. Что-нибудь нальется там. Ну, в общем, короче. Пусть лучше дома. Останьте, я возьму что-то другое. У меня есть вот такая вот классическая Луи Виттон. Как она называется? Пушет Метис. Пушет Метис, по-моему, да? Значит, вот. Это, кстати, она очень удобная. Она удобна тем, что у нее хороший размер. Она такая, знаете, хорошо закрывается. Ее удобно брать с собой в поездки. Так вот через кроссбоди. У нее такой хороший длинный ремешок. Не ношу, потому что в поездку. Вот в самолете поставить на пол. Опять же, что-то капнет куда-то. Ну, в общем, просто из жадности. Ну, как, девочки. Когда вещь очень дорогая, то вы к ней очень бережно относитесь и стараетесь ее поменьше носить, потому что... Ну, потому что за нее много денег получено. И у меня есть вот такой вот луи-виттон, как вы видите, старый, заношенный. Я плохо храню. Эти все я храню в мешочках, потому что они такие новенькие у меня. А эта у меня заношенная, потому что я с ней долго ходила на работу. И у нее хороший тоже размер такой для работы. Есть вот такие ручки, есть вот такие ручки. Такая ручка ее можно так тоже кроссбоди надеть. Хотя она великовата для кроссбоди. Я ее долго носила на работу, довольно заносила. Поэтому храню ее просто в куче со своими сумками. А видите, она вся помялась, измялась. Значит, мне там до сих пор в ней какие-то очки. Так, что мне... Маска, девочки. Ужас, ужас. Слушайте, у меня тут что-то лежит. Ручка и кольцо, представляете? Я же, наверное, его искала, обыскалась. Давайте его наденем, раз такое дело. Железное обычно. Но оно мне даже как-то подходит. Значит, вот это все, что у меня есть люкс. Значит, из всех этих сумок я носила вот эту вот большую Louis Vuitton. Активно много носила. Она мне надоела, она мне просто надоела. Я перестала ее носить. Значит, почему я их не продаю? Потому что я их буду продавать, если у меня будет не хватать на хлеб и масло. А пока у меня хватает, пусть лежат. Подарю своим инвесткам. Пусть мне будут благодарны. Не подарю никому, девочки. Оставлю себе. Буду их вот так вот хранить вокруг, обнимать и буду с ними жить. Ну, шучу я, короче. Не продаю, потому что зачем? Пусть лежат. Мне пока деньги не... Подадутся деньги, продам. Все. Вот вопрос закрыт. Теперь. Сумка Gucci. Зачем же я ее купила, скажете вы? Если вот у меня стоят сумки, я их не ношу. Именно по этой причине я купила старую подержанную сумку. Потому что я не хочу над ней трястись. Она не стоила очень дорого. И я специально купила такую сумку, чтобы мне с ней ходить, носить, не бояться, испачкать, капнуть, прякнуть, поставить на пол и так далее. И именно вот в этом смысле ресейл сумок. То есть сумка со вторых рук. Вот такой неплохой выход для такого человека, как я, который отдавший много денег за сумку, будет над ней трястись. Ну вот такой вот я плюшкин, такая жадина. Я не знаю, как назвать. Но я вот действительно такой человек, что если я заплатила что-то дорогое, дорогая вещь, она мне будет стоять. И я буду трястись на ней, пылинки сдувать. И в результате я ее не пользуюсь. И поэтому я, увидев эту сумку вот у них вот, значит, в этом секунде, я поехала и купила ее. Потому что, во-первых, я очень давно хотела сумку Gucci. У меня появилась какая-то вот идея фикс. Когда я посмотрела фильм, как он назывался? House of Gucci, дом Gucci с Леди Гагой. И у меня вот какой-то, знаете, возникло такое. Я стала много читать про Gucci. У меня возникло. Я вообще, мне нравится Gucci. То, что они сейчас делают. Они делают какие-то сумасшедшие совершенно вещи. Очень-очень спорный и своеобразный дизайн у них. Особенно в последние, ну, несколько лет они вообще ушли в какое-то такое сумасшествие 70-х, 80-х. Мужчины носят женскую одежду, все эти бархатные пиджаки. Джаред Лето, который одевается в Gucci вечно в каких-то оборках с женскими сумочками в бархатных пиджаках. Ну, в общем, короче. Ну, вот если вы зайдете, там посмотрите любую рекламу Gucci, там совершенно сумасшествие. Там платье для мальчиков, ну, в общем, всякое такое. Ну, судя не в этом, я не поэтому мне нравится не за платье для мальчиков, а за революционизм, если можно так сказать. Я вижу, что Gucci очень как-то вот, знаете, рушит все рамки и очень старается выйти за какие-то вот привычные рамки. Мне это нравится. Я не могу сказать, что я надену такую одежду. Очень много одежды Gucci, которую я не надену на себя. Да я не куплю, у меня денег нет на это, но даже если были, я бы не надела. Но сама вот эта вот, сама их самых вайк, вот их вот этот вот, ну, то, что они делают, короче говоря, мне очень нравится. Особенно мне нравится Gucci Vintage. Вот именно винтажные сумки. Вот, допустим, они перевыпустили свою сумку Джеки 61-го года. То есть они сами сделали, как бы взяли сумку свою винтажную, сделали сейчас ее новую. Но мне вот именно, я охочусь, кстати, за ней. Ну, вернее, не то, что я охочусь. Я именно охочусь за винтажной сумкой Джеки. Если я найду за какие-то нормальные деньги, то я, конечно, не буду ее покупать за несколько тысяч. Вот, теперь, значит, купивши эту сумку. Сумка, сейчас вам сразу скажу, она стоила 500 долларов. Ну, это не дешево, конечно, не то, что это даром, но это недорого для любого люкса. Потому что любая сумка Gucci у нас, новая на веб-сайте Gucci, это будет 1000+. Теперь, значит, эта сумка винтажная. Ну, как винтажная, это старая сумка. Они сейчас уже их не выпускают. Это сумка, которую они делали. Я даже, честно говоря, искала. Я нашла очень много этих сумок в продаже, если честно. И я искала, вот, год выпуска этой сумки я не нашла. Но мне очень нравится ее форма. Вот такая вот хоба. Она как-то даже называется... Ой, батюшки, сейчас просто подождите. Найду я. Я же наскриншотила уже их этих сумок, потому что я нашла в продаже очень много за разные деньги. Сейчас объясню там, в чем там дело. Потому что это, ну, может, не всем интересно, но тем, кто... Ой, как же она называется? Хоба Бэк, да. Дабл-Ди, канва, хоба, хоба Бэк. Хоба, это, знаете, такое, знаете, как сумка для бездомного. Я, честно говоря, даже вот взяла их хоба, перевела на русский язык. Это бродяга. Ну, я почти угадала. Бездомный бродяга. Сумка для бродяги. Знаете, вот такой вот формы, вот такая котомка. Вот именно вот такая, знаете, сума. Значит, я не нашла, сколько она стоила вообще новая, когда они продавались в Риджинале. Ну, я нашла, допустим, в магазине, когда уже тоже винтажная на ресейле сумка, например, стоила 1200 долларов, да. Ну, она была в идеальном состоянии. Это почти в идеальном состоянии. То есть у нее есть некоторые повреждения. Вот внутри подкладка, там есть несколько каких-то, как будто испачкали, не то ручкой, не то чем-то. Ну, знаете, я особо не парюсь. Вот. И я находила такую сумку, например, я купила за 500, я взяла за 300 долларов, но она была вся вот здесь вот такая сильно-сильно ободранная. Потому что вот эти вот Гуччи Канва сумки, они, значит, это не кожа, они не вечные. Они, да, очень бывает, если сильно ее носишь, они вот здесь вот обтираются по краям. Эта сумка в довольно хорошем состоянии, вот вы видите, да, у нее нету никаких особенных практически, может, она немножко не идеально чистая, но, в общем, нормальная. Что мне еще понравилось, что вот это вот, у нее здесь есть фурнитура в золотом металле и в серебряном. Я не знаю, вам видно или нет, но здесь вот золотое колечко, здесь серебряное, что очень хорошо. И ее можно носить с любым этим самым, с любыми украшениями. Теперь, значит, если вы не видите, то вот эти вот Канва и вот эти вот Ги-Ги, она сделана из такой ткани, из таких ниток немножко с люрексом. То есть она такая поблескивает. Нарядненькая такая. И вот эта вот кожа у нее сделана такой, знаете, не коричневый даже цвет, а такой, как такой бронзовый, такой бронзовый, тоже немножко с некоторым таким блеском. Вот такая вот сумчонка. Значит, она очень удобна в носке, вот так вот на плече. Сейчас я встану, наверное, и покажу вам. Вот ее можно носить вот так вот на руке, можно носить вот так вот на плечо. Она так хорошо садится под руку, значит. И у нее для меня идеальный совершенно размер. Она не очень большая, не очень маленькая. У меня в ней абсолютно все, что мне нужно для жизни, у меня в ней лежит. Темные очки. Обычные очки. Вот это мой кардхолдер, где мои там права водительские, кредитные карты. Кошелек, которым еще там всякое лежит. Чего у меня еще не... Все. Помадки, карандаш для губ, помадки для губ. Все складываю назад. И у меня еще остается место. Я могу положить там, я не знаю, бутылку с водой, бутерброд, к примеру. К примеру, бутерброд. И не знаю, если мне еще там... Видите, она довольно такая пустая, но в принципе место еще есть. Вот так она сверху расстегивается на замочек. Так, теперь мои, так сказать, вот объяснения по поводу покупки этой сумки. Не объяснения. Я объясняю сама себе, на самом деле. Просто делюсь с вами. И ни перед кем не должна объясняться. Я просто делюсь с вами своими мыслями. Почему я ее купила? Сказать, что это вложение денег никогда в жизни. То есть вот люди, когда покупают сумки как вложение денег, ну, пардон, знаете. Да, может быть, если вы покупаете сумку, я не знаю, Келли или Биркин, который стоит мне там 10 тысяч, да, и вы ей не пользуетесь. Она стоит новенькая. То да, через какое-то время вы можете ее продать. Если вы сумкой пользуетесь, и она уже у вас была в действии, то она никогда не будет стоить дороже, чем вы ее купили. Я так думаю. Ну, мне кажется. Ну, может быть, столько же. Ну, через 10 лет. Ну, я не знаю. Ну, в общем, это, конечно, никакое не вложение денег. Дорого ли это для этой сумки 500 долларов? Да. Я, как бы, отдаю себе отчет, что фактически это сумка из ткани с маленькими кусочками кожи, абсолютно ничего не представляющая собой в смысле какого-то там, из какой-то там кожи крокодила или чего. 500 долларов. Любая сумка из ткани, если это не будет Гуччи, она будет стоить в три раза дешевле. Значит, ну, я могу себе позволить сумку за 500 долларов. Я хотела сумку Гуччи. Мне очень хотелось, мне понравилась именно эта сумка. Она мне подходит по всем параметрам. Я ее купила. Купила бы я ее, если бы она стоила там тысячу чем-то долларов никогда в жизни. Даже новую. Именно потому, что я не считаю, что она столько стоит. И что это reasonable, как сказать по-русски, что это разумно. Тратить такие деньги на сумку. На любую, вообще на любую сумку. Потому, что у меня вот есть коллекция, которая лежит и которые были потрачены на нее какие-то деньги. И это совершенно, они совершенно для меня, оно совершенно не окупается. Потому, что вот я отрисуюсь над ними, пыленки сдуваю, не ношу. Как результат, вот они валяются у меня. Ну, не валяются, лежат красивенько в коробочке. Вот. А вот это, значит, я не буду над ней трястись, потому, что за нее не были отданы сумасшедшие деньги. И поэтому, как бы, вот, например, сумка, которую я носила, Louis Vuitton, вот эта, которую я много носила на работу, заносила, и она мне надоела. И вот теперь она мне тоже лежит, я ее не ношу, но она тоже была довольно дорогая. Вот если это мне надоест, и я ее брошу и перестану носить, мне будет не жалко, потому, что она не была очень дорогая, понимаете. Если она где-то на нее что-то капнет, она что-то с ней случится, мне тоже будет не очень жалко, потому, что она не очень дорогая. Но, с другой стороны, как бы, я могу себе позволить вот такие вот деньги отдать за сумку и не бояться, не трястись и не думать, что я, что-то с ней произойдет, что-то с ней случится, что-то, в общем, ну, в общем, вы поняли мою идею. Вот, вот такая история. Вот такая у меня покупка, блестит, переливается, так не видно, но у меня вот эти, мне прямо это очень понравилось, что вот эти вот у нее канва, они просто, а вот именно она с таким небольшим люрексом. Вот еще, что хотела сказать, забыла. Недавно я посмотрела интервью Рогова и Светы Бондарчук, Света вокруг цвета, у него называется канал. Я очень люблю Рогова, он как очень мне импонирует, как человек, и вообще как, ну, импонирует мне. И он, значит, привел ее в свой шкаф и стал показывать ей свои сумки, а у Рогова сумки, значит, у него коллекция сумок Эрмес Биркин и Келли, и все абсолютно, ну, не знаю, у него штук 10, наверное, разных, и не только у него. Кстати, у него были очень много сумок новых, он периодически же ведь на его YouTube-канале, он периодически показывал там свой гардероб, свои сумки. И у него было очень много сумок Эрмес Биркин и Келли, вот в основном. И у него они все ресейловые, то есть она у нее спросила, Света, что у тебя эти сумки новые, и он сказал, нет, ни одна из этих сумок новые, и вообще все мои сумки новые, которые у меня были, я от всех от них избавился. Сейчас я покупаю только сумки как вторая рука, ну, вот Second Hand, то есть ресейловые сумки, есть миллион веб-сайтов, есть, ну, в общем, есть много в Вестиаре коллекции, много есть веб-сайтов, где продаются. У нас есть свои веб-сайты, на которых продаются Second Hand сумки, и он сказал, что у меня не осталось ни одной новой сумки, я люблю покупать сумки с историей. Вот что, сумки, которые были, вот у меня тоже есть эта фишка, вот вы скажете, конечно, они дешевле, да, в этом есть поинт, конечно, что они дешевле, не надо за них отдавать сумасшедшие деньги, но есть что-то вот в люксовой дорогой вещи, которая вот уже кем-то у кого-то была, и сейчас она у вас, и потом она ведет к кому-то другому, не знаю, вот мне тоже очень-очень эта идея как-то импонирует. Когда я искала вот сумку эту, я нашла очень много сумок подобных, других немножко, в общем, очень много веб-сайтов, которые продают такие сумки, и можно купить ее, но они дают очень подробные фотографии, ну, я, честно говоря, вот все равно у меня есть какая-то фишка, что я хотела вот ее увидеть, подержать в руках, поэтому, когда она появилась в этом магазине, я поехала в магазин. Я даже видела более дешевые сумки, а вот я хотела, кстати, сказать, я видела более дешевые сумки, но они были немножко вот не в идеальном состоянии, если честно говоря, я боялась покупать с веб-сайта вот такую сумку, потому что я боялась, что она окажется не совсем так, как она выглядит на картинке, и, может быть, они что-то не сфотографируют, и да, можно потом начать жаловаться, отправить ее назад, просить свои деньги назад, но это целые дела. А магазин пришел, вот посмотрел, открыл, примерил к себе, покрутил, повертел, и все. И вы как бы увидели ее, насколько она в хорошем состоянии, подходит ли она вам, подходит ли по размеру, потому что иногда трудно оценить размер, когда вы покупаете на веб-сайте, поэтому я как-то вот люблю все-таки приехать в магазин, посмотреть и купить в магазине. Так, теперь что касается, во-первых, этот магазин, он гарантирует аутентичность, во-вторых, ну я пробила ее, как бы, куда нужно смотреть, и тут вот, в общем, вот эти вот все номера, с другой стороны, там есть еще номер в кармане, где-то он вот тут спрятался, вот тут вот в кармане, если выворачиваешь, тут тоже есть, вот написано Гуччи, есть ее номер. Короче, в общем, я все это нашла, посмотрела в интернете, опять же, и поняла, что она, конечно, настоящая, да и люди, которые там в этом магазине, я знаю, что они фейковые не продают, потому что, ну, у них как бы есть имя. Это вообще чейн, это большая, большая сеть магазинов по всей, по всей Антарию. Не знаю, по Антарию, но в GT, это у нас есть в соседнем городе, я знаю, что в Торонто есть такой магазин. Ну, в общем, короче. Все, девочки, за сим уже все, я уже очень много наболтала, хотела коротенькое, ну, как всегда. Все, до новых встреч, и надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Увидимся в следующем видео, всем пока, бай-бай, всем привет из Канады. Субтитры сделал DimaTorzok